Ну, наверное, когда у нас были всякие альбомы по искусству в доме, и по-современному в том числе, но дело в том, что Пикассо был коммунистом, его в Советском Союзе было легко найти как-то, был популярен, были какие-то каталоги, книги про Пикассо, я просто смотрел на это искусство в детстве, и мне казалось, ну, в принципе, вот есть какой-то человек, вот его зовут почему-то Пикассо, да, и почему-то такие классные смешные картинки, и почему про него выходят книги, что это вообще, что за феномен такой. Тогда мне стал вопрос, вот что надо сделать, чтобы про тебя тоже такая вот вышла книга, и в чем загадка человеческого имени, то есть для меня это было любопытно, потому что в окружающем мире, вокруг меня не было таких вот людей, про которые такие вот книги прям серьезные выходили, все это было так как бы весело и симпатично, и похоже на то, чем мне хотелось бы как бы, с чем я себя чувствовал созвучно. Но какие-то ключевые моменты теоретически стали ко мне приходить где-то, наверное, на месяц, на второй после уже начала работы, потому что это всегда эксперимент, и не всегда идешь за интуицией, потому что важно, чтобы вещь была свежая и интересная, и должны быть какие-то озарения, и когда оно приходит, такое видение определенное, то не сразу ты можешь его расшифровать. Впоследствии, да, уже это проще сделать. Собственно говоря, мне проще объяснить уже сделанную вещь, чем ее объяснить до того, как она сделана, потому что она в процессе может измениться и что-то подсказать какой-то ход, который я не предполагал в замысле, а в материале, иногда материал сам подсказывает, сам мир вокруг человека, вокруг художника подсказывает, не высказывает. Я думаю, что художнику крайне важно знать историю искусства, в первую очередь, для того, чтобы понимать контекст культуры, и отсюда возникает желание стать художником именно вот в этом контексте. Потом, значит, возникают идеи, им нужны средства, чтобы выразить эту идею, но они смогут быть совершенно разные, и, соответственно, если это художнику нужно, он научится академическому рисунку. Если ему нужно узнать что-то про абстракцию, про концептуализм, или там фотографии, видео, то есть выбрать те медиа, те стили, которые ему необходимы для выражения идеи, то я считаю, что у каждого художника должна быть школа, у каждого своя. Когда ты живешь в другой стране, ты как бы разделяешь ее культуру, живя в ней. Языковую, бытовую, всякую, это все связано. И это потом переходит на высокий уровень уже современного искусства, где должна не просто сделать что-то в контексте, садаптированное, а дать новое слово. Ну, в этом была моя миссия как художника. И только когда я понял, что я как русский художник, сформированный же в России, ничего не могу дать в французской культуре, то это было абсолютно самоубийственно оставаться. Надо было срочно возвращаться, чтобы... И благодаря выставке, вот как раз в Фотобьенале, я приехал с большой выставкой. Не, причем, что иммиграция, это очень сложно, поскольку ты попадаешь в такое как бы величие колесо безысходности, вечной адаптации к реальности, чужой причем, то трудно с него вырваться, потому что ты погружаешься уже в какой-то понятный для тебя бытовой круг проблем, и там все так сделано, ты боишься его оставить, потому что оно начинает все схлопываться. Здесь более анархическая такая жизнь, и в каком-то смысле даже более свободная. Потому что мы еще не испытали суровую будни капитала, когда уже конкретно тебя руководит не идеологией политика, а когда тебя деньги регламентируют, твое ниш, твое поведение. Это как бы может дать иллюзию счастья в какой-то момент того, что ты организовал свой быт и примитивные потребности, но интеллектуально это совершенно тебя уничтожает. Искусство это не бизнес, оно не рассчитано на массы, оно рассчитано на индивидуального человека, потому что купить картину может один человек. Ну может быть какая-то группа в рассрочку там купили, она там неделю одного повесит, неделю другого, такая американская система прикольная, кстати. Но дело в том, что это никогда не станет массовым, массовым может только стать Джоконда, то есть сначала надо быть таким известным, грубо говоря, брендом, чтобы люди хотели это там купить, носить и вообще как бы адаптированно к массе. Просто с моей картинкой никто не будет делать. Ни один разумный коммерсант не будет ничего делать, потому что это не рентабельно. Тробобюро это бюро, которое создает новую эстетику, готовый мир к будущему. Но уже не для человека, а для андроида. Потому что андроид все равно он по типу человека сделанный, поэтому ему тоже нужны всякие стулья, весь необходимый набор человеческого быта. Поэтому здесь очень утилитарно. Вот эта композиция, например, молния. Вот она, молния, здесь закодированная. И это одновременно тарелка. Ты вот так снимаешь, она на магнитах. Вот. И можно использовать абсолютно в бытовом ключе. Вот. Почему такая идея? Она связана была с началом века, с супрематизмом, которому вот как раз сто лет, в Баухаусу и в Хутемасу, где преподавали большие мастера, которые придумали там супрематизм, Кандинский, Малевич, Висицкий, Родченко. И они это все создавали для вот человека будущего, для социалистического человека. Но это, во-первых, мой взгляд. И потом именно андроиду нужно имитировать эмоцию, чтобы быть похожим на человека. В этом смысле, конечно, то есть самый главный упрек всем этим искусственным интеллекту, что типа вот он конкретную картинку может сделать, а вот именно абстракцию, абстрактного мышления, хотя он там 1,0,1,1, он еще пока не квантовый, но тем не менее прийти к сознанию именно абстракции он пока еще вроде бы как бы не может. Вот. Поэтому если он создает картинку на основе уже созданных других картинок. Художник сам по себе, в общем-то, такой должен быть человек достаточно дикий, потому что он должен не утратить первое восприятие мира, чтобы получить, благодаря своей интуиции, некое действительно яркое открытие, чтобы его зафиксировать в своей работе. Это не значит, что он должен быть как бы не цивилизованный, не культурный. В принципе, он должен быть наоборот, цивилизованный, культурный. Но вот правильное, сохранить вот это вот дикое восприятие реальности, мне кажется, это очень важно. Вот. Но действительно, что школы современного искусства, которое сейчас существует, учат в первую очередь создавать теорию, а потом как бы чувствовать, уходить от непосредственного материала, а скорее опосредованно воспринимать. Вот понимание, из чего произошло искусство. Вот, например, молния, символ искусства как такового, то есть то, откуда появляется искусство. Бог дал огонь людям через молнию, которая сошла с неба. Зачем Бог дал такую возможность? Для того, чтобы продлить световой день. Не согреться, не еду себе сделать, а просто продлить световой день, как момент вдохновения от трудов дня. И тогда возникает искусство. Человек начинает рисовать то, что он пережил днем. И того Бога, который дал ему эту молнию, этот дар. Как-то вышел, как? Не знаю. Вот. Но дело в том, что, наверное, внутри себя я чувствую какую-то эволюцию, какое-то движение, но на самом деле, мне кажется, его нету. Да, ну сейчас посмотрим работу, поймете, там так все здорово сделано, что я не понимаю. Вообще, кто тогда я мог сделать? Не понимаю. То есть, как бы, некий груз культуры сейчас на мне уже как висит намного сильнее и больше. То есть, как бы, у меня уже не та дикость, которая была, так сказать, не тот тестостерон, скажем так. Когда ты художник, вот он в этом, не знаю, пятилетии моде на интересе, много выставок, а потом, ну, как бы, надоедает, и приходит новый, и он спускается, и сложно тогда становится. А бывает так, что я понимаю, что, ну, ну, надо что-то сделать такое еще, к тому же, что бы нравилось человеку непосвященному, который не знает контекста, но дать ему возможность взаимодействовать с той ностальгией, которая у него есть. Потому что часто люди вспоминают искусство через момент узнаваемости, ностальгии, а что-то знакомое. После этого можно туда добавить какие-то, какие-то такие свои идеи, которые начинают развивать его, эту мысль. Вот, например, как у Булатова, вот этот вход-выход, там прекрасные, красивые нарисованные облака. Вот человек видит облака, ох, но что-то мешает к ним приблизиться, значит, этот текст. То есть, ну, первое, что он видит, это, как бы, иллюзорность, иллюзорно нарисованное небо, что ему непонятно. У меня один раз был такой случай, который мне ужасно понравился. Стояли две девушки около моей большой работы. Так, смотрели так. Ха, интересно. Кто автор? Острецов. Ха, Острид. Вот мне очень понравилось. Вот это вот Острецов Острид. Как бы, да, фамилия сработала. Уже в мире искусства моя фамилия уже не воспринимается как слово таковое. Ну, типа, я сам забываю про это, когда вдруг зритель реагирует, ассоциирует работу еще с именем автора, как будто бы это псевдоним. На самом деле, это не всегда не такая фамилия. Даже опытные коллекционеры предпочитают прийти в галерею купить, чем идти в мастерскую художнику. Потому что они думают, что там грязно, там противно, что художники сумасшедшие, алкоголики и сексуальные маньяки. Ну, стереотип. Ну, Ван Голг ухо отрезал, там, еще чего-то. Все были неуравновешенные, там, сколько историй, нормально. Мне кажется, 90% живущих людей, которые выбирают стабильность, зарплату, ходить на работу и забивать на все свои таланты. Ну, просто когда-то они что-то там, у них были творческие идеи. Даже стихи, может, кто-то писал потом, потому что мне нечего сказать миру, лучшего. Ну, тут очень много у меня идей. Вот. Ну, во-первых, все мои проекты, которые я делаю, они как бы, ну, у них нет конца. То есть вот этот мир можно продолжать очень много потом. До этого у меня там много работал с лесом, это тоже очень такие архаические переживания, всякая там лесная мифология, такие-такие глубины, совсем архаики, тоже, которые интересно развивать. Слишком много всего меня интересует, то есть мне хочется обо всем все рассказать, и как бы конца этому нет. Но в данном случае конкретно, опять же, я рассказываю про историю супрематизма, как будто бы мы уже, в общем, прошло 100 лет, мы вытащили из каких-то египетских пирамид, тоже супрематических в каком-то смысле. То есть, в принципе, для меня супрематизм от Египта до 20-х годов, в общем-то, не менялся. И сейчас тоже прошло 100 лет, поэтому он такой потертый, с потиной времени. Здесь у меня база и квадрат, там круг. Тут треугольник и круг, элементарное сочетание, и вот на нем можно совершенно спокойно сидеть. То есть, это функциональная абсолютно мебель. Несмотря на то, что у него такие достаточно, кажется, что он сейчас провалится, сломается, на самом деле нет, все хорошо. Вот. И, да, я считаю, что это вот такая супрематическая меня находка простых, сочетание простых форм и функциональных одновременно. Вот. Ну, а здесь он как бы более классический, есть спинка, есть сиденья, вот. Ну, набор неких, как в калейдоскопе, супрематических фигур. Простых. Вот. И тоже, в принципе, вполне все функциональные вещи. К нему вот такой идет стол, который тоже, у него ящики, все выдвигается. Так. 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 Так.